У российских заключенных новая форма. Куртки с подкладкой пришли на смену ватным телогрейкам. В исправительной колонии номер 7 одежду шьют не только для себя, но и для заключенных по всей стране. Как функционирует швейная фабрика в неволе и по каким технологиям работает? Репортаж Антона Воробьева. Работа позволяет заключенным скоротать, если не срок, то время. Сейчас в колонии номер 7 производят верхнюю одежду. Заключенные шьют куртки для заключенных. Это подклад на утепленные куртки для осужденных. Хороший материал не пропускает ни воздух, ни воду. Сейчас я делаю кулисы из подклада. Куртки современные, водонепроницаемые, с дополнительным подкладом. По большому счету это такой бутерброд из ткани, синтепона и подклада. Моя задача состоит в том, чтобы собрать детали крови воедино. Детали подкладки, детали верха, из которых в дальнейшем собираются полностью изделия, которые отправляются на склад. Задача нехитрая. Нашиваются детали подкладки на синтепон, из которых потом делается подстежка на куртку утепленная. Детали верха настрачиваются на синтепон. Собираются мелкие детали, светоотражающие полосы, карманы. Алексей профессиональный портной. Шьет не первый год. В неволе занимается этим 8 лет. До этого работал в одном из самых престижных домов моды в стране. Я выбрал портного. Мне это было интересно. Выучился там три года на портного, на закровщика, на моделирование одежды. После этого уехал в Москву на повышение квалификации. Там в доме моды Зотовый непосредственно под началом Вячеслава Зайцева учился. По меркам высокой моды и с иголочки российских заключенных одевают качественно. Подклад состоит из ветровлагозащиты на синтепоновом утеплителе. Ткань не продувается, влага отталкивающая. Ранее мы производили куртки на утеплителе натуральном. Ватина в основном шел, и ткань продувалась и промыкала. Также мы производим костюмы ХБ для осужденных нового образца. Ткань более износостойкая и не продувается. Не куртками, едиными живет производство. Еще заключенные шьют постельные принадлежности, одеяло, подушки и матрасы. Матрасы синтетические, на синтетическом волокне для осужденных. Также подушки с содержанием холофайбера, более мягкие, более удобные. И одеяло тоже на синтетическом волокне. Теплое? Теплое. Последние штрихи в самом большом цехе. Здесь к курткам пришивают рукава и пуговицы. 300 человек в день делают около 100 экземпляров. По факту получаются вот такие вот теплые зимние куртки и шапки. Довольно-таки недорогие, примерно 1000 рублей за комплект. Теплое, удобно. Можно гулять по улице, особенно в морозы. Ну, правда, до первого милицейского патруля. Российские заключенные шьют не только для себя, но и для сотрудников УФСИН. Труд, как и много лет назад, самое лучшее средство перевоспитания. Антон Воробев, Сергей Зимских, Новости 24, Приморский район.